Всем здравствуйте! Этим видео я хочу резюмировать и закрыть тему отдыха в Турции в этом году. Собственно, я хочу подробно уже рассказать в общее впечатление от отдыха, от отеля, от инфраструктуры, от сервиса и так далее и тому подобное. Поэтому поехали! Итак, отель Atlantic Holiday Club. Именно там я отдыхал в этом году. Что я могу сказать? Отель европейский, то есть был создан и там до последнего времени отдыхали исключительно европейцы. Только последние два года, как мне сказали, туда стали приезжать люди из СНГ. Хотя я там отдыхал, я русского языка и украинского языка, я там практически не слышал. Отель полностью англоязычный, персонал англоязычный, немецкоязычный, но этого не нужно бояться, потому что, в принципе, вам язык особо и не нужен. А если есть какие-то вопросы, проблемы, что-то нужно решить, используйте язык, жесты и так дальше. Если вам не хватает знания английского языка, переводчик вам в помощь. Я тоже этим делом пользовался, а проблем нет вообще. Но, исходя из того, что отель для европейцев, сервис там на высоте, мне все понравилось. Первое, с чего хочу начать, это территория отеля. Во-первых, она большая. Во-вторых, она красивая. Все чисто, ухожено, никакого мусора. Много, очень много различной зелени, пальмы, в том числе банановые, какие-то цветы, какие-то непонятные цитрусы, которые у нас не растут. Отель расположен на первой линии, то есть у моря. Я, чтобы дойти до моря, со своего номера, тратил примерно там 2-3 минуты на расслабоне, как говорится, медленным шагом. Буквально несколько минут идти до моря. Поэтому давайте продолжим тему моря. Отель расположен на берегу Эгейского моря. Пляж. Шезлонгов много. У меня с этим никогда проблем не возникало. Хотя, в принципе, я признаюсь честно, там практически и на этих шезлонгах никогда и не лежал. То есть у меня отдых лежать на пляже, загорять, мне это неинтересно. Заход в море. Он песчаный, с небольшим количеством гальки. Но все комфортно, никаких больших каких-то волнов, подводных кораллов, ничего такого нет. То есть заход пологий, заход плавный, глубина постепенно увеличивается. И более того, нужно идти довольно много, чтобы зайти на глубину. То есть с этим проблем нет. С детьми можете ехать без проблем. Но есть один момент. Эгейское море намного чище, нежели Средиземное море. Но оно холоднее, нежели Средиземное море. То есть если вы попадете в какие-то нехорошие погодные условия, то вы рискуете, что вода будет холодная. Это нужно брать во внимание. Это нужно учитывать. Теперь следующий момент. Это питание. На этом я останавливаться много не буду. Потому что опять же, отель европейский и отель турецкий. То есть с питанием вообще проблем никаких. Еды много. Еда разнообразная. Еда вкусная. Еду можно найти на любой, как говорится, каприз. Даже я, в принципе, был удивлен, что, например, очень много фруктов. Мне это очень нравится. Утром мне их чуть-чуть не хватало. Но, в принципе, как бы в обед и на вечер, на ужин фруктов было больше чем достаточно. Все вкусно. По питанию вообще замечаний никаких нет. Разнообразно, вкусно. Большой плюс. Большой плюс. Большой. Следующий пункт. Это аквапарк. Вот именно один из пунктов, почему мы выбрали этот именно отель. Это наличие в нем аквапарка. Он довольно большой, разнообразный. Мне он очень понравился. Понравился, во-первых, своими размерами. Он довольно большой. Там много бассейна, много зелени, много различных горок, что очень важно на отдыхе. Следующий момент. Я это уже узнал по прибытию в отель, что аквапарк работает с 10 до 18 часов без перерыва. То есть, непрерывно, вот в течение всего этого времени он работает. То есть, можно в любом моменте прийти, зайти на горку и спуститься, полежать, поддыхать, активно поддыхать и так далее и тому подобное. То есть, это очень важный момент. Горок, повторюсь, много. Горки разнообразные, как для детей, так и для взрослых. Как и более light вариант, так и более такие экстремальные, которые захватывают дух. На которых даже не все рискуют спуститься, а не у всех хватает смелости. Отдельно хочу сказать о группе охраны. В основном это молодые ребята и очень следят за безопасностью. То есть, если вот в прошлом году мы отдыхали в отеле турецком Кахья Резорт Акван Спа, то там с горок спускались туристы, как хотели. Ни с головой, по несколько человек. Здесь совершенно все иначе. Здесь следят за порядком. Меня неоднократно останавливали в аквапарке. Говорили, нужно снять цепочку, потому что с цепочкой спускаться с горок нельзя. Дальше я был неоднократно свидетелем, когда кто-то спускается с горки, залетает в бассейн и только он уже встал на ноги, ему сразу свистят свисток и говорят уходи, пожалуйста, подальше, потому что будет кто-то ехать другой и тебя ударит. То есть, безопасность на высоте. Все мне очень понравилось, очень четко работает служба безопасности. Следующий момент это развлечения. Развлечения можно поделить на два подраздела. Первый это такие, не очень активный отдых, это лежишь себе на пляже и загораешь. Но это не для меня, это не для сына, потому что мы с ним отдыхали вместе. Мы любим активный отдых и вот этот активный отдых в отеле обеспечен. С утречка в 10 часов, если не ошибаюсь, была йога. То есть, я вот весь момент отдыха, все 9 дней я ходил на йогу. Очень интересный, очень интересный опыт, очень классно с утречка начинать йогой заниматься. Йогу проводили две девушки из команды, команды анимации. Это Алена и Светлана. Сначала Света проводила йогу, потом она улетела, у нее закончился контракт, и ей на смену пришла Алена. Спасибо вам большое за полученный опыт и за занятия йогой. Дальше. Два раза в день волейбол, пляжный волейбол на берегу Эгейского моря. Просто супер. Утром, если не ошибаюсь, в 11 часов и вечером в 16.00. В принципе, мы каждый день играли в волейбол. Просто супер. Мне очень нравится, получил много удовольствия. Еще в отеле есть два теннисных корта, причем теннис большой, я имею в виду. Тоже пользуюсь возможностью. Там, по-моему, с 10.00 и до 16.00 можно в любой момент прийти, оставить под залог 10 долларов или 10 евро, взять две ракетки, поиграть в теннис и вернуть ракетки, получить обратно свои деньги. То есть, в принципе, мне очень понравилось. Большой теннис рулит. Ежедневно на территории отеля работал спортзал. Спортзал классный, как по мне, как и для отеля. Довольно хорошо укомплектованный. То есть, тоже заходил. Не сильно занимался, потому что больше удивлял внимание плавания и так далее. Но ходил, отметил хороший спортзал. Еще были некоторые развлечения. Например, дартс, аквааэробика, водные пола. Но я как-то к этому не был равнодушен. Поэтому я как бы знал, что такое есть. Видел, играет, но я не играл. Есть на территории отеля еще спа-центр. Но я как-то не ходил, потому что жарко мне это не очень. И есть еще сауна. Совершенно, кстати, бесплатная. Но я о ней знал уже в последний день. Поэтому ходить в сауну не удалось. И еще по поводу досуга. Такого уже не совсем активного. Я вот за 9 дней и 8 ночей пребывания в отеле попал на некоторые мероприятия. Например, на второй или на третий день отдыха вечером проводили на территории отеля Октоберфест. То есть, проводила администрация. И этим седелом заведовала тоже группа анимации. Она активно принимала в этом деле участие. То есть, я пиво не пью, алкоголь не употребляю. Вечером поздно и уже как-то там есть не хочется особо. Но пошел, посмотрел, увидел, прочувствовал атмосферу позитивно. Скажем так. И еще один вариант развлечений. И каждый день в 21.30 группа анимации проводила шоу. Шоу на территории амфитеатра. То есть, вы приходите, садитесь на скамеечку и на сцене наблюдаете шоу, которое проводила та же самая группа анимации. Разнообразные шоу. В основном это танцы, какие-то там постановки. И приезжали, даже, кстати, из другой страны какая-то танцевальная группа латиноамериканская. Какие-то танцы, помню, были. То есть, интересно, интересно, интересно. И на завершение хочу сказать еще чуть-чуть о группе анимации. То есть, это такой коллектив молодых людей, которые занимаются тем, что развлекают посетителей отеля. Собралась какая-то интернациональная группа людей. Ну и в качестве резюме еще несколько слов об отелях. Отель мне понравился. Ставлю пятерку твердой по пятибарной системе. Никаких каких-то негативных моментов я не сталкивался. Сервис на высоте. Мне все понравилось. Номер хороший. Уборка регулярная. Чего еще, как говорится, хотеть. Вот, собственно, такое вот короткое видео, которым закрываю тему отдыха в Турции в этом году. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok